Вопросы про историю семинара философского штурма. Поехали, да? Просто настало время, уже я думаю, у нас такое большое количество подписчиков и такое большое количество просмотров, что нам надо уже начать рассказывать, как весь этот проект существовал и как он зародился. Значит, зародился он приблизительно в 90-м году, да? Или в 89-м, наверное, либо в 89-м, либо в 90-м году. И мы начали проводить семинары, мы на этот момент являлись студентами физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, семинары по философии. Проводили в основном заем пулатом, и у нас еще был третий некий участник, имя и фамилия которого не сохранилось, он был, конечно, ИТО, но достаточно часто нас посещал в тот момент. В общем-то, результатом его усилий было то, что ему удалось продать булату Бахалавкиту, а мне тоже какую-то небольшую брошонку. Вот. Но невозможно было не купить. Да, это был как раз тот случай манипуляции, когда было невозможно не купить. Потом, как это все дело выходило в массы? Ну, дело в том, что я, например, очень сильно интересовался всевозможными гуманитарными дисциплинами. По сути, количество курсов, которые я параллельно физике прослушал на различных университетских кафедрах и факультетах, он тоже равен обычному университетскому курсу, только гуманитарному. Ну вот, то есть я часто бросал свою физику, садился на электричку, мы жили в Петерковке, и приезжал в город, на стрелку Васильевского острова, и ходил то на философские факультеты, то на здание русского философского общества, то был специальный курс, которых я много слушал. Это курс, который был в бывшей большой физической аудитории, то есть сейчас там делают библиотеку университета. Это был курс по истории религии. И особенно часто, помимо всего прочего, я посещал филологический факультет, тогда особенно Аверин, блистал, но сейчас его, по-прежнему, он несколько поиздержался и постерся в настоящий момент. Но так получилось, что вот сейчас очень много показывают по телевизору. Это было Бердеева, о Бердееве рассказывали? Да, это был общий период. А раз, который недоступен был Бердеев? Некоторое увлечение. И мы слушали там все подряд, в том числе о русской литературе. Аверин являлся специалистом по русской литературе к концу 19-го, начало 20-го века, то есть по Серебренному веку. Ну и разумеется. Абоку вам рассказывать? А это что? То же самое направление. Вот. Это было блестяще, это было очень интересно. Ну, до пригромного возраста. Это потом все быстро прошло. И вот у нас таким образом, мы не только, приходилось не только слушать акции, у нас зарядился сбыватый семинар. И он существовал, пока у нас же опять на физическом факультете нашел объявление по поводу попытки организоваться некоторого кружка, связанного как не странно опять с русской философией, то есть с Бердеевым, которым, в общем-то, я достаточно отрицательно. Ну, с русской философией. Его, это организатором стал Сергей Рожек Григорьев. На сегодняшний день он профессор одной из кафедр физического факультета Петербургского университета. Я с ним достаточно много пересекался, потому что мы параллельно, он был экспериментатором и как бы теоретиком, потом работали и в Институте ядерной физики у меня Константина в Гачине. Вот. И вот тоже этот существовал некий семинар, он просуществовал, наверное, недолго, может, полгода, может, год. Потом он развалился, вот только по той причине, что по всей видимости, я чую себя надеждой, чтобы просто на меня удалось умным и способным людям, не только во времени объяснить, что русская философия, русско-религиозно-философская традиция, это не та традиция, которая достойна хоть какого-то уважения и какого-то внимания. Это вот так. Тем более, что люди были умные образованы и быстро это сами поняли при малейшей помощи меня. Дальше как-то параллельно существовало определенного рода попытки зарабатывания денег, слегка сотряд, в спании на торговле персиками на ялтинском рынке, сон под прилавками на ящиках из-под этих самых персиков и так далее, и так далее. И удалось копить определенного рода денег. Поскольку я человек достаточно сумасшедший, вместо того, чтобы потратить на какие-то полезные ништяки, я потратил их на образование в тогдашней заразившейся школе, в высшей религиозной философской школе. Это был этот период ажиотажа, она проходила в помещении 239-й школы на станции метро Черношевская, это известная наша школа в Петербурге. Сотни человек в аудитории, 7-8 курсов одновременно, 2-3, но я быстро уношал время. А что 8 курсов такое было, что всем было интересно? Все было интересно, да, все было интересно. А кто-то товар в магазинах, как пришел Наговица, один рассказал. Да, слышал взрослые люди ходили не так. О, господа, типа того что, господа, сегодня все, что далось мне купить, это бутылку вина и кусочек, и буханку хлеба. То есть вот такие были аналогии по Евхаристии. Год, по-моему, был на 2 года, 91-й, самое что на есть начало. Тому удалось познакомиться с Наговицыным. Я быстро, по большому счету, разобрался, что единственное, что заслуживает внимания всерьез, это именно Олег Михайлович во всем этом деле. И начал там учиться. Что удалось сделать Наговицыну, по-большому, это удалось быстро объяснить мне, по крайней мере, природу философского дискурса. А это очень важно. Потому что, как я утверждаю, что такое философский дискурс, подавляющий большинство людей, иначе даже степенью докторов философских внук, не знают. С методами постановки задач, их решениями и попытками ответить на эти вопросы, они не знакомы. Для них книги, даже серьезные книги по философии, являются некой той же задачкой для гуглевского Петрушки, которому забавлялся сам просочтение, то есть как обычные буквы подводятся в слова. Точно так же они читают книги, но не знают, о чем они по большому счету написаны. Вот это такой странный вывод, который я могу сделать. Вот. И тут наши семинары тихонько продолжались, но после завершения... Нет, тогда просто наши семинары совместные, которые имели самодетельный характер, а и мы, как могли тогда, так и занимались философией, они просто как бы прекратились за ненужностью, потому что все-таки нам нужно было понять некого рода уровень, родительного семинара на Горице. То есть мы просто сами поняли, на самом деле, что вот все, что мы до этого момента... Чем до этого мы это занимались, не было, собственно, философским занятием. Да. Это было своего рода просто образовательный процесс. Да, но я не могу сказать, что все полностью завершилось, просто оно перешло в другую аудиторию. Александр Николаевич Шаров, мощнейший, то есть выступил куратором другого проекта, организаторами там были Юлия Романова и Алена Захарова, Елена Михайловна Захарова, ныне старший научный сотрудник института. Это как там, в Сталинске, когда учились в аспирантории философского факультета? Да, да, это уже было вот тоже позже. И на самом деле этот семинар был достаточно интересен. Этот куринер-рек существовал, так, наверное, года три. Поэтому я больше ходил в него, чем была, потому что была, после окончания и получения корочки кандидатских внук, переехал в услугу своему родному блажеру. Да, и пытался там зарабатывать деньги. А я продолжал здесь, оставался, и у нас были очень яркие, интересные семинары. Формально это были семинары молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета. Проводились они на базе НИКСИ, то есть Института комиссоциальных исследований. Я там, кстати, научным сотрудникам уже на тот момент числился. То есть не был, по сути, научным сотрудником, но числился. Вот, это находится, то есть сейчас находится в Смольном, а тогда это находилось неподалеку от моего второгрешнего жилья, то есть на Галерной улице, прямо около Адмилатевских ферфей, рядом с Английской набережной и так далее. Очень красивый был такой сорнячок, и в нем это дело происходило. Потом это тоже как-то каким-то образом автоматически дело закончилось. Достаточно долго существовало. Вот, вот так. И, по сути, семинары наши, они как таковые прекратились, но вместо этого начал работать большой семинар под руководством Олега Михайловича Наговицына, посвященный антологии форума. Когда мы вознагрели семинары? Только тогда, когда я перехал вот эту квартиру уже, да? Да. По сути. Мы их посвящали. Вы знали, когда вот с одной стороны все-таки началась какая-то работа на сайте, а вот параллельно этому как-то войдет возникла очередная, как бы, сединой интерес к возобновлению семинары. Значит, откуда такое название «Философский штурм»? Потому что был Роман Таран, которого был где-то в интернете нашел, он начал с ним общаться. Вот. Он основал вот этот самый проект «Философский штурм», и в течение какого-то небольшого времени, то есть, по-моему, через полгода или через год, да? Дайте нас, Адрик, как-то, не через год даже, даже в течение месяца мы уже самоорганизовали, сняли, и устроили семинары. Он решил его бросить, когда он решил? Через полгода, год осуществлено. Через полгода, наверное. Да, он сказал, что он не будет его оплачивать. Нет, через год, наверное, даже. То есть, в моменты начиная подпоектов, я не сразу же подъехал. То есть, в 2006-м он организовал сайт, а в 2007-м он, по-моему, уже свинтил. Вот, он сказал, что он этот проект закрывает, заниматься им больше не будет, ну, просто решил закрыть сайт. Ну, Блад его взял, начал сам платить деньги за его содержание, а я его принялся через некоторое время модерировать, и модерировал его на сегодняшний день. А поскольку он... Ну, я же одно время вообще сайтом не занимался, полностью тебя... Да, поскольку он, этот сайт, оказался достаточно старым, то есть, хорошо проиндексирован, народ на него начал активно ходить, и на сегодняшний день это самый популярный философский ресурс в Лунете. То есть, не только в стране, но и во всем русском мире. Ну, вот так просто получилось. Мы туда не допускаем рекламу, очень демократично относимся к всевозможному высказыванию мнений, и благодаря этому этот ресурс существует. И параллельно начало существовать, возобновился вот этот наш семинар с Булатом, куда было приглашено большое количество людей, в том числе пару раз нас посетил Роман Таран, «Отель с русской философией». Нет, мы точно лучше было сказать так, что мы хотели наш семинар перенести на базу философского штурма, и, в общем-то, несколько заседаний было на базе философского штурма, а потом получилось так, что фактически вот этот Роман не хотел уже семинаров, да, и мы уже занимались сами. То есть, мы уже организовали семинар уже на своей базе, как-то, ну, просто название как-то прикрепилось, так, поскольку мы, в принципе... То есть, мы начали аудиозаписи делать, то есть, он шел вначале ни шапка, ни валка, то есть, буквально... Нет, на самом деле, аудиозаписи делали с самого начала. Только первый семинар, то, что мы не записываем, аудио остались. Просто мы делали перенюры очень часто, бывали у нас впервые по полгода, по семь, по восемь месяцев. И более-менее на постоянный режим мы вышли примерно с года, наверное, 2000, да? Ну, на самом деле, не странно было. На самом деле, на самом деле, на настоящий постоянный режим мы вышли, вот когда начали видеозаписи. Потому что, когда у нас были еще ауди, там мы допускали чуть-чуть, и теперь мы каждую неделю почти делали. Да, потому что это было... Я смотрел по закачке наших аудиофайлов, оно было очень небольшое. То есть народ этим очень мало интересовался. И поэтому было такое ощущение, что мы сделаем сейчас видеофиксацию, нас также будет очень мало смотреть. Я могу сказать, почему такая плотность семинара, почему мы каждую неделю делали. И сама идея, с моей точки зрения, состояла в том, чтобы сохранить некоторый контекст, потому что если семинары организуются не периодически, то постоянно каждый раз приходится договариваться отельно, уточнять какие-то определения. То есть если люди не живут какой-то одной пилософской жизнью, то им постоянно приходится заниматься вот этой подготовительной работой. А если семинары и периодически, и причем это мы как бы поняли, когда ходили на семинары Олега Михайловича, он тоже каждую неделю, один раз в неделю сегодня. Если периодически и занимаются люди, семинары, каждую неделю, например, получается, что контекст сохраняется, и люди действительно умудряются какие-то проблемы совместно решать. Им уже не надо о чем-то договариваться, потому что у них в принципе все уже договорено более-менее согласованно. Это мы и делим. Начали приглашать большое количество, даже сами выезжать, никто не может к нам приехать, по поводу из нашего сайта, те, которые уже были в достигаемости, то есть живут петербурги и его окрестности. Ну, это хотели дать возможность на самом деле участникам сайта, высказаться тем, кто хотел. И фактически все, почти все люди, которые из Санкт-Петербурга, которые на сайте у нас желали поучаствовать на нашем семинаре, они поучаствовали. Да, такой вот это был. И вот в этом ситуации он и существует. То есть я хочу отметить, что ему было, грубо говоря, с перерывами 23 года, он был на разных площадках, он назывался в разное время по-разному, это было... Но он скорее вообще никак не назывался. Ну, точнее, он являлся по-разному, он был и семинаром физиков, интересующихся философией физического факультета университета, он был одновременно и семинаром Института комплекса социальных исследований для молодых ученых СПГУ в гуманитарной сфере. А теперь он вышел полностью... Надо сказать, что он был и семинаром Олега Михайловича на Горисе и антологии форумы одно время. То есть мы считали, что у нас нет смысла как-то на самом деле отдельно. Потому что есть у нас отдельный семинар философский. Да, да, да. А потом он остался называться философским штурмом, чтобы привязать его просто к сайту. Да. И вот сейчас, по большому счету, на сайте существует два семинара, точнее бы три существовало, точнее, вот один проект сейчас закрылся. Два семинара. Это семинар «Матология форумы Олега Михайловича и Магалесина» и семинар так называемого философского штурма. Нет, ну я пытался, поскольку люди почему-то как-то странно не хотят с другим общаться, я пытался еще лабораторию делать, да, там, то есть семинар с участием Антона Прозорова, да, и Софии Прозоровой, как бы. То есть этот семинар, видимо, действительно придется, видимо, уже, видимо, больше их не будет. Потом я еще пытался теологический семинар, да, на базе, на базе изучения христианства, обсуждения существа христианства. Не знаю, видимо, этот семинар тоже сейчас, наверное, еще упает себе. Так что остается, действительно, два семинара. То есть семинар Михайловича и семинар Лософского штурма. Ну вот это достаточно. То есть, как бы, вот в этом режиме мы и по-большому существуем. Я знаю, что были попытки организации аналогичного семинара философского штурма в Москве, но чем они закончились? Только в самом начале. Я не знаю, чем они закончились. Они, по-моему, в 11-го подстретились. Как это было? Нет, ну вообще-то еще... А вот этот был... Как получилось? То есть, Роман Таран взял с англоязычного источника название философский штурм или англоязычный философский штурм взял с нашего? Англоязычный взял с нашего. То есть, видите, вот это редкий-редкий пример. В свое время даже я хотел этот адрес за собой зарегистрировать. То есть, философский штурм . Я даже хотел этот адрес за собой взять, но потом подумал, какой смысл. Это они у нас взяли. То есть, вот этот редкий случай, когда не контакт является клоном фейсбука, а когда англоязычный философский штурм является клоном нашего сайта. Вообще смысл... Ну, почему философский штурм? Хочу заметить, что тот же Роман Таран вообще никак не проявляется. И вообще, по всей видимости, очень далек от всех этих вопросов. Никак. То есть, уже сколько мы, значит, этот сайт берем? Значит, 6 лет уже, да? Без него. То есть, не то. Ну, на самом деле, вопрос... Я так понял, что с Романом Таран вопрос такой, что он, видимо, решил, что философия это не его стезя. Насколько я знаю, по-моему, там является где-то служит цепей, там, что-то в этом... То есть, анестезия религии, он там себя нашел. Ну, почему называется философский штурм? Вообще, изначально, мне там, под заголовок имеет совместное философское творчество. Здесь, как бы, есть перекличка некая с мозговым штурмом, да? То есть, когда люди собираются и в неком общем, как бы, общей дискуссии, общего движения пытаются найти какие-то решения, вопросы. То есть, когда мозговой штурм, там, любые вопросы решаются, а философский штурм, как бы, то разумевается, что вот философский вопрос могут так решаться. И изначально смысл, как бы, философского штурма состоял в том, чтобы в написании неких общих текстов, да? То есть, вот, у нас эта возможность на сайте насекуя присутствует, когда человек пишет текст и дает, как бы, возможность редактировать его любому участнику штурма. И вот, были такие первоначальные попытки написать такие тексты, но потом, в результате написания, то есть, в результате вот нескольких, там, текста, выяснилось, представление о том, что такое, как бы, философия, представление каждого отдельного философа на какие-то конкретные вопросы. И поэтому сайт, как бы, перешел в другой режим, да? Он перешел в режим, как бы, попытки, как бы, дискутировать по поводу разных вопросов. То есть, как бы, философский штурм стал иметь иной смысл, при приемлемом. Не написание совместных текстов, не совместное философское творчество с точки зрения написания текстов, да? Они, как бы, вот, сами сменят философское творчество в смысле, как бы, обсуждения вопросов каких-то. Каждый отдельный член, участник философского штурма пишет о чем-нибудь и другие участники просто с ним обсуждают, ну, с ним дискутируют, пытаются как-то обсудить и керево. Да, и хочется сказать, что у нас в сегодняшний день сложилась странная ситуация, хотя канал Lumeo существует полтора года, посещаемость его уже выше, допустим, вот их сложно сравнивать, но посещаемость, судя по всему, выше, чем посещаемость собственного сайта. То есть, очень интересно, что народ уходит в сторону видео больше. Это очень забавный факт, потому что сейчас лето, и сейчас идет больше 500 человек просмотров этого нашего видео в день. Ну, вообще-то, это естественно, что, на самом деле, видеоконтент, он является более доступным, более интересным для людей. Вот, а если брать вот сейчас лето, так, зимой это бывает и по 800, и по 900 уникальных IP в день, а их сейчас порядка 170-180 всего на сайте, при этом порядка 2500 просмотров, что тоже очень забавно. То есть, получается, что сам канал, то есть, семинар, он пользуется большей популярностью, вызывает больше интерес, чем весь основной сайт. Я еще хотел как бы сделать оговорки какие-то, для того, чтобы люди понимали, чем они имеют дело. Дело в том, что подавляющее большинство видео сняты, на самом деле, экспромтом. То есть, некоторые люди, может быть, думают, что это видео, в котором специфически подготовлено, люди как-то что-то готовились, долго-тренировались, или долго-долго готовили текст, цитаты и прочее. На самом деле, в основном, все эти материалы сделаны следующим образом. То есть, задается какая-то тема, может быть, человек предварительно в течение недели что-то там где-то полистал, где-то что-то посмотрел. А потом просто состоит смысл семинара. Потом он просто делает доклад, чтобы просто тему вбросить в обсуждение. То есть, смысл вообще изначально доклада, на семинарах состоит то, что надо чтобы люди могли, не прибегая к каким-то дополнительным знаниям, исходя из того, что они услышали из доклада, обсудить какой-то вопрос. Так и получается, что человек делает доклад, исходя из этого доклада, можно какое-то обсуждение начать. Это состоит смысл семинаров. И все эти семинары, я говорю, есть, делай их с промпутом. И именно поэтому, как я считаю, на самом деле, во всех этих семинарах присутствует живость. Потому что там нет ничего деланного. Там ничего не сделано по заказу, там ничего не сделано постановочно. Все, и вот живая жизнь. Как вот легло, как получилось, так получилось. Иногда это кто-то там весит, иногда кто-то кричит, иногда кто-то ведет себя, может быть, не очень достоинно со стороны. Но это просто в фактичной жизни. Вот так вот семинар состоялся. У нас, на самом деле, были аудиосеминары, в котором еще больше было криков и всякого рода несовщины. Но, на самом деле, если бы люди, если бы люди, вообще говоря, семинарили бы сами, если бы они на собственном пути пытались понять, в чем состоит смысл семинаров, они бы поняли, что иначе невозможно. Что на самом деле семинары это всегда или, скажем, час, столкновение страсти, то есть невозможно реально спорить, если... Мы тоже оправдание пошли. Почему оправдание? Нет, оправдание. Ты считаешь, что можно вести семинары в спокойной обстановке совершенно равнодушно? А мне кажется, что... пытаться спорить и вкладывать в эту душу, то неизбежно будут возникать столкновения и страсти. Мне кажется, эмоции ведь это же только следствие, да, вот некоторого рода изначального, изначального, как бы, изначальной упёртости и столкновения и точки зрения. Когда ты пытаешься доказать свою точку зрения и чувствуешь, что с другой стороны тебя не понимают, но неизбежно возникает всякого рода напряжения, дискомфорт и прочее, которые выражаются эмоционально, в частности. Мне кажется, это так. Ну и потом, конечно, у нас была маленькая задумка ещё во времена как бы Романа Тарановна создать что-то подобное, создать какой-то философский ресурс, на котором можно было бы вот, ну как-то представить философию в том должном виде, каком она должна, каком она должна, ну скажем, представить настоящую философию, да, и наш Иисус вот в этом отношении предполагался, что Он будет иметь вот и такую популяризаторскую тенденцию, да, то есть распространение философских идей, то есть не выхолоченных идей, а вот настоящих идей философских. И поэтому, как бы, мы тоже, у нас была какая-то такая тенденция, да, как-то пытаться вот о философии что-то рассказывать, не только обсуждать, а что-то и рассказывать, но, может быть, мы со временем, вот у Игоря такие идеи есть, может быть, со временем мы попытаемся какой-то, что-то типа курса философии, там, от начала до конца, там, кратенько, да, касаясь основных идей каждой философской системы, там, что-то такое рассказать. Мы уже несколько раз это начинали, но пока вот это у нас не получается. Потому что к этому нет пока интереса. Ну, вот так, да. Имело бы смысл, на самом деле, начать философскую с отличностей и, как бы, пробежаться быстро от отличностей. Ну, быстро, там, я имею в виду, за какое-то количество семинар. Обсудить основные, там, персонали, обсудить основные философские идеи. Ну, все. Ну, все. Вот так прошли, в общем, по истории, да. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok